Добрый вечер, в эфире «Главное». Сегодня в моей студии находится глава представительства ТАСС в Молдове Валерий Демидетский. Добрый вечер, господин Демидетский. И исполнительный директор Института стратегических и инициатив Владислав Курминский. Добрый вечер, господин Курминский. Добрый вечер, спасибо за приглашение. Очень рада видеть вас в своей студии. Заразе не сказала тему, потому что я думаю, что тем сегодня будем обсуждать достаточно много, в том числе, конечно, и итоги выборов. Но начать хочется не с этого. Начать хочется с того, что сегодня, 4 марта, три года с момента изменения нашей Конституции. Я зачитаю цитату своего коллеги Анатолия Голи. Вы, я думаю, бы ее видели для наших зрителей. Печальная дата. В этот день, три года назад, Конституционный суд своим решением изменил Конституцию Республики Молдова, окончательно похоронив надежду на то, что Молдова еще сможет стать правовым государством. Политическая элита приветствовала решение, незаконность которого была очевидным. Насколько вы согласны с такой постановкой вопроса, и как это изменение Конституции в тот день повлияло на дальнейшее развитие событий Республики Молдова? Господин Курминский, на ваш взгляд. Ну, я, во-первых, тут не согласен с одной лишь единственной фразой. То есть я бы не стал это рисовать в таких черных тонах, что больше в Республике Молдова не будет правового государства. Я думаю, что это не так. Я думаю, что вернуться к правилам игры, возможно, бывали разные примеры перезагрузки разных государств, очень многих государств. Когда приходила элита, ответственная за судьбу своей страны, которая действительно болела за то, что происходит с национальными интересами и с людьми в этой стране, она перезагружала это государство. Созревалась новая Конституция, приходили во власть новые люди. Это бывало, то есть даже это происходило как в развитых, так и в развивающихся странах. Ну, возьмите, я знаю, более известный пример, Сингапур есть, Францию перезагружали, Италию, то есть многие другие страны. Поэтому я бы не стал все рисовать в таких черных тонах. Теперь по существу того, что сказал Анатолий Голя, о его анализе этого события, я с ним абсолютно согласен. Потому что тогда в рамках этого решения Конституционный суд фактически полностью, то есть он превзошел абсолютно все границы допустимого и возможного. Потому что, по сути, тогда Конституционный суд не толковал и интерпретировал Конституцию, не защищал ее, будучи последним надежным редутом защиты демократии, а изменил Конституцию Республики Молдова. Он изменил фактически положение дел и выступил на стороне одной из политических сил, очень конкретно, Демократической партии. Потому что тогда введение этих прямых выборов президента было выгодно политической партии под названием Демократическая партия и отвечало целесообразности политического момента. То есть, по сути, тогда Конституционный суд, по большому счету, выполнил политический заказ. И, конечно же, тогда уже говорить о том, что в Республике Молдова правовое государство или что у нас есть какая-то последняя инстанция, которая могла бы защитить права и свободы граждан, уже не приходилось. Это абсолютно верно. Но, по сути, это, в принципе, разлом-то этого начался даже не в 2014 году. То есть, вот такое принадлежение к правилам, наплевательство на все правила, оно, на самом деле, началось еще в 2012 году. Вот в 2014 году отменили там регистрацию Рената Усатова и так далее и тому подобное. Но я хочу вам привести одну цитату. Я не знаю, удастся ли мне ее воспроизвести точно в смысловом плане. Одного из судей, я ее приведу немножко позже, потому что она, я ее на английском очень хорошо понимаю, но я ее приведу, потому что она очень важна в отношении деятельности Конституционного суда. Давайте я пока предоставлю господину Дендецкому возможность, скажу, ваше мнение на этот счет, насколько, как сильно изменил ход дальнейших политических событий это решение. И действительно ли это черная дата, как написал господин Голин? Ну, я думаю, что, я соглашусь с коллегой, что черная дата наступила намного раньше. В 2012 год, как мы выбирали президента, три года. И до того были случаи, но это сейчас просто, как бы, знаете, как бы все устаканилось этим решением, да? То есть, как бы, даже глупцам стало все ясно. Я соглашусь с Владом в том, что все страны перезагружаются. Вы знаете, самое интересное, что любой, любая власть, которая придет уже после этой, будет выглядеть, понимаете, и вынуждена будет что-то делать, чтобы исправить ситуацию. Даже нынешняя власть, сейчас перезагрузившись, да, после нынешних выборов, не позволит себе того, что она позволила в 2016 году. Почему? В 2016 году она была в критической ситуации. Там было не до, так сказать, реверансов и демократии. Там нужно было спасаться. Сейчас ситуация совершенно другая. И сегодня я уверен, что вряд ли мы увидим такие откровенные подкупы депутатов, переманивания и так далее. То есть, мы сегодня вряд ли увидим того, что мы видели в 2016 году. А это еще связано с тем... Вот это чуть-чуть позже, я все-таки хочу больше сейчас поговорить об этом. Вот тогда, если вы помните, одним из комментариев на тот момент представителя Конституционного суда Александра Танаси было именно, что необходимо изменить условия для того, чтобы преодолеть вот эти кризисы бесконечные, которые были связаны с избранием президента. Но не создало ли это другие кризисы, которые мы вот видели, которые привели в последствии, в том числе и к процедуре временного отстранения президента, то есть взаимоотношения властей? Лилия, я освещаю политическую ситуацию в Молдове и Молдавии еще с 1986 года. Знаете, как говорят в одном фильме, у меня все ходы записаны. Кризис между президентом и парламентом у нас начался еще в начале 90-х, когда у нас не было четко расписано, за что отвечает президент. Это вся история из Кулики Молдова, это история столкновения президента с парламентским большинством. Сначала это был снегур визави Лучинской Самбелии. Но реального президента с реальным позломочиями. Да, да, да. Потом, да. Единственный, кто себя комфортно чувствовал в этой ситуации, был Воронин, но у него было 70 мандатов в парламенте при такой подушке. Потому что номинально у него полномочий не было. Да, да. Номинально у него полномочий не было, но у него была партия власти в парламенте, да, которую, как бы, тогда очень многие депутаты расстраивались, что, как бы, исчезла вот эта тусовка, да, когда можно было, там, перетянуть двух-трех депутатов, за что-то проголосовать, на чем-то заработать, да, машина работала, да, поезд шел вперед и так далее. Но нам это, нашему избирателю это надоело. Они решили исполить парламент, президентуру и изменить ситуацию. И получили ситуацию, после которой через год-два даже самые заявленные... Не избиратели полили парламент. Даже самые, даже самые заявленные критики режима начали говорить, а при Воронине такого-то не было. У нас странные дипломаты о таком говорили даже. Да, те, которые приезжали и говорили, Воронина, боже вас упаси, поступить как батька Лукашенко. Арестовать тех людей, которые это сделали, а не бить тех несчастных студентов, которые были увлечены детей, да, я категорически против того, что говорили, что надо было пролить кровь и так далее. Но арестовать тех людей, которые были виновны, и все видели, кто подстрекал, кто выводил детей, а это страшное преступление. Никто за это не ответил? Потому что надо быть конченным подлецом, чтобы вывести чужих детей под камни и под дубинки. Потом, извините меня, ходить с этим трупиком и показывать всем, и разыгрывать кровавых мальчиков. Вот этих людей нужно было сажать. Их не посадили, к сожалению. К сожалению, мы имеем то, что... Но если мы вернемся к этому решению по 2016 году, понимаете, оно на самом деле сыграло очень злую шутку, не только в плане законности, потому что после этого уровень доверия к государственным институтам, пошел тот остатки, вернее, того уровня доверия, который еще существовал к государственным институтам, резко пошел вниз. А без доверия к государственным институтам, без нашего с вами доверия к тому, что правительство что-то делает в интересах народа, в интересах развития страны, не может быть никакого развития. Все эти ремонты дорог, эти, я знаю, прима-касса, все эти... Все эти программы, они не согласятся. Да, но жители Аргеева составляют какую часть народа Республики Молдова? Ну почему же, жители Неспоренслава не согласятся, жители родного района с Филиппо с вами не согласятся. Мы говорим про 3-4 процента. То есть это, получается, одну секундочку, это появляется, это, что говорит, то, о чем говорит Валерий, это просто какая-то клановая система, давайте мы какие-то уголки... У меня тоже такая программа с тобой. Но подождите, одну секунду. Ну, 70 процентов не согласятся. Но что это, уровень доверия вообще к проекту развития Республики Молдова со стороны граждан начал резко падать. Потому что когда они видят, что органы государственной власти позволяют себе такого рода вещи, то тогда возникает вопрос, ну а мы-то почему должны подчиняться и соблюдать правила, которые нам навязывают? Это создает определенный уровень нигилизма всем обществам. И это решение сограло очень злую шутку с системой конкурентной политической борьбы. Потому что вот именно начиная от этого решения у нас появился президент, который не президент. То есть все резко бросились... Он президент. Нет, все резко бросились, и вся оппозиция, то есть все те, которые были объединены желанием свергнуть режим, они все резко бросились играть в эту песочницу, бороться друг с другом. Фактически этим решением демократическая партия и господин Плохотнюк стравили их между собой, отведя тем самым угрозу от себя, от угрозы своими решениями. Потому что они не хотели обманываться сами и побежали первыми. Они побежали, и в этом их большая ошибка. Поэтому теперь, когда люди жалуются, что вы знаете, ой, у нас там фейковая политика в Республике Младома. Ну, извините, пожалуйста, вы в этой фейковой политике первые, которые в ней приняли участие. И у нас появился по итогам этого процесса президент, которого отстраняют на 5 минут, и вообще всячески, в максимально возможной степени, издеваются над ним, подчеркивая его бессилие. Он это терпит, он абсолютно, знаете, не предпринимает каких-то серьезных шагов. О роли президента сегодня мы еще поговорим. Да, но теперь, знаете, у нас появилась оппозиция, которая, я не знаю, если бы на месте господина Додона были бы другие люди, как бы они себя вели. То есть это фактически была политическая уловка и политический трюк. Так вот, я хотел бы вернуться к той фразе, которую я вам сказал, по поводу конституционного суда. Потому что мне она кажется очень важной, если мне удастся передать ее смысл. Значит, один из судей конституционного суда Соединенных Штатов Америки когда-то сказал, значит, мы не являемся финальными, то есть мы не являемся окончательной инстанцией, потому что мы непогрешимы. Он сказал, что совершенно наоборот. Мы считаемся непогрешимы, потому что мы окончательная инстанция. И больше нас, выше нас, в этом государстве никакой инстанции нет. Понимаете? А у нас все прошло совершенно наоборот. То есть у нас в суде конституционного суда просто начали вершить, писать конституцию, переписывать ее, фактически тем самым присвоив себе полномочия, которые им были вообще не присущи. И не только в этой части. И не только в этой части, конечно. Вы не очень согласны с тем, что вы сказали, что господин Курменский. Нет, просто я говорю о том, что о другом. О том, что грешно думать, что что-то может измениться от того, что политические лидеры скажут так или иначе. За господину Дадону проголосовало 52% избирателей, участвующих в выборах. Все. Я думаю, что закат его политической карьеры начался. Давайте чуть позже прогнозы. Каждый говорит то, что в этой ситуации нужно было бы сказать. Я думаю, что для господина Дадона проголосовало 52% избирателей. И эти 52% избирателей должны были задать вопрос и, может быть, протестовать против того, а почему с человеком, которого мы избрали, поступает таким образом. Или другой вопрос. Ну, мы видели... Может, человек должен был начать что-то для этого делать? Давайте, пожалуйста, договорить. Мы видели с вами другую ситуацию. Мы видели ситуацию, когда масса людей была рада, что где-то украли, в Аргеев привезли, или в другой район привезли и так далее. Поэтому я считаю, что это процесс созревания наших избирателей. Даже если собрать 9 беременных женщин, ребенок не рождается через месяц. Понимаете? И наивно предполагать, я сейчас слышу тоже такие заявления о том, что... Ну, вы знаете, вот если объединиться о куме и социалисты... Вот я к этому и хочу сейчас повести. Да, да. Вот если объединиться о куме и социалисты в парламенте, то можно покончить с режимом. А это может говорить только тот человек, который не знаком с тем, как создана, как действует молдавская власть. Господин Курминский работал в правительстве и помнит великолепную историю с Филатом. Когда Филат обратился к западным партнерам по развитию и попросил помощи в борьбе с Плохотнюком. Уже на второй день в правительстве были люди, которые вскрывали сейфы, набитые деньгами. Происхождение которых никто не мог объединять. И мы вдруг услышали... На куматрии подарили. Да. Мы никогда бы не услышали начальника налоговой службы, обсуждающего, как арабский шейх, преимущество прибамбаса к своему автомобилю. Понимаете? Но благодаря тому, что господин... И одного министра, который обещал мордой приложить опоспать, насколько я правильно перевела. Мы бы никогда этого не узнали, если бы это не борьба. В этой ситуации я, конечно, благодарен молдавским политикам. Они меня много научили. И многому меня учат уже много лет. Если молдавскому народу это нравится, вы ничего против этого не сделаете. Понимаете? Это должна быть какая-то критическая точка, когда люди скажут, с нами так нельзя, нам это надоело, мы устали ездить за границу, там работать бесправными. Знаете, безвизовый режим, но все равно три месяца надо, и тебя может каждый человек обмануть, бросить, потому что права на работу у тебя нет. То есть люди должны спросить, а где заводы, где фабрики, почему нам обещано было то, а не это, почему на площади Великого Центрального Собрания нам обещали одно, а получилось совсем другое. Люди должны стать гражданами. А до того, как люди не стали гражданами, это будет всегда то, что мы будем имеем. Сейчас я вас подведу к другому вопросу. Мы будем то, что мы имеем. Коротенькую ремарку. Коротенькую ремарку. Мне кажется, что президент Додон, он тоже стал среди этой плеяды деятелей, которые обещали, обещали, обещали и ничего не делали. Потому что именно граждане, я напомню вам, в 2016 году наделили господина Додона мандатом президента для того, для чего? Для того, чтобы он боролся с этой системой и ломал эту систему. Неважно как, какими действиями. Выходи на площадь, протестуй. Потому что у меня есть относительно президента Додона несколько вопросов одеть. Честно. Хорошо, конечно. Потому как развивается ситуация сегодня именно. Вы знаете, вся суть нашей оппозиции в том, что они действуют по Старинскому. Я не буду привлечь старую воронинскую систему промыла в бане. Но кто первый принят нам в амбазуру? И никто не хочет. Если ты заходишь, я считаю, что здесь роль элит в этом процессе крайне важна. Сейчас демократы обратились к этому. Давайте определимся, если у нас элиты. И элиты ли они. И если у нас полноценный политический класс. Используя другое ваше выражение, процесс созревания наших избирателей, господин Деменецкий, я хочу, подведя к тому, что происходило в 2016 году, хочу подвести к тому, что прошли выборы, наши избиратели созревая, созрели на тот результат, который мы получили по смешанной системе. Многие прогнозы оправдались, что эта смешанная система была введена для того, чтобы демократы получили более комфортное количество мандатов, что социалисты получили, возможно, даже меньше, чем могли бы получить. По крайней мере, до введения по смешанной системе. Я с этим не согласен. Можно я сейчас закончу вопрос? Я прошу прощения. И таким образом сейчас мы имеем эти результаты. Четыре партии в парламенте. Какое количество мандатов кто набрал, вы знаете. ЦИК вчера заседал, принял решение, передал в Конституционный суд. Ждем уже последнюю инстанцию относительно этих мандатов. Все ли они будут признаны действительными, все ли получат эти мандаты. Нет, уже ждем решения Конституционного суда. Но вопрос в том, что сейчас очень много обсуждается, какие возможны коалиции. Вы частично эту тему задеяли, затронули уже оба. Одно из предложений было нескольких представителей гражданского общества, чтобы создать единый, как они назвали это, противоолигархический, ситуативный альянс. Насколько это возможно? Я хочу услышать еще и ваше мнение. Господин Демидинский. Вы знаете, про смешанную систему. Очень много про нее говорится, что от нее выиграли демократы, социалисты и еще кто-то. Все это напоминает мне эту идиотскую трепотню пропагандистскую, которую мы очень часто слышим, про войну. О том, что Наполеон и Гитлер проиграли две войны в России, в Светском Союзе из-за мороза, из-за зимы, из-за того, что были не готовы и так далее. Это от этого мерзавца Суворова, который там пишет опысы, сбежала, до очень неглупых людей. Спрашивается, а что те солдаты, которые там воевали, они что, в Северной Африке воевали или в трусах воевали? Они были в таких же условиях, как и те. Простите меня, смешанная система была введена для всех. Если у Акум не нашлось популярных людей, которые могли бы побеждать в однобандатных округах... Я с вами согласна. Простите меня, спокойно можно было подготовиться и в любых ситуациях. Условия, да, у Абминистративной партии был ресурс, административный ресурс. Но и с ним можно было бороться, если бы вы выставили и так далее. Блок Акум проиграл не из-за смешанной системы. Блок Акум проиграл из-за того, что Блок Акум упустил, во-первых, свою птицу, когда у него была волна поддержки всенародной, когда украли миллиарды и так далее, и за них выходили. Они продали этих людей, уже начиная с той фразы знаменитой про рапан, да. А потом они не забрали той повестки, которая была предложена всему обществу, широкому обществу, который желает, широким слоям общества, который желает перемен в стране и улучшения к лучшему, который желает нормально жить в стране, где правят законы, а не телефонные права, как в советские времена, да, и так далее. Ну, это было поддержано, скажем так, и теми, кто рад, и теми, кто сегодня приветствует. Говорят, слава богу, прекрасно, прошли выборы, быстро, быстро делайте коалицию. Мы слышим такие заявления. Что, очень много было возмущений, так сказать, от тех, кого мы называем партнерами в ситуации. Или мы, допустим, забыли, когда вот первая история была с подрядом Няска, и в Парридисов ходили люди и вскрывали сейфы, сюда примчались и Шефан Фьюли, и все остальные, и что заставили? Заставили всех собраться одним строем и идти на что? На спасение провалившейся программы. Они не Молдову спасали, и не людей, они свою чиновничью задницу спасали. И мы это сегодня боимся сказать, понимаете? А почему? Потому что масса людей, ну, нормально сидит на этой пропаганде. А как это связать с возможностью, либо невозможностью коалиции социалистов и блока ОКОМ? Очень просто. Вы знаете, очень наивно надо быть и иметь такое поверхностное представление о том, как устроена власть в Молдове, чтобы думать, что можно только зайти в парламент, поменять прокурора, и сразу все побегут. Кто прокурора слушать будет? Тут многих слушали, что ли? Понимаете? Да вот и у прокурора завтра наручники будут. А проблема в том, знаете, в чем? Все 90-е годы, начало Молевых, все люди, которые у нас пришли в политику, в бизнес, к сожалению, работали в таких условиях, когда у всех есть свои скелеты в шкафу. Понимаете? И любого человека можно сегодня просто вызвать и сказать, товарищ, ваш дом тюрьма, понимаете? А вопрос в том, что, понимаете, у кого-то есть эта возможность посадить, а у кого-то нет этой возможности посадить. Вот и все. Понимаете, эта система, конечно, систему это создали эти люди из инстинкта самосохранения, но они не понимают страх этой системы, потому что эта система потом сожрет, всех сожрет, понимаете? Да, спасибо. Алексей Курменский. Да, значит, пару реплик. Блок ОКУМ, тут я с Валерием согласен, так ему и не удалось стать широким движением, которое включало бы в себя представителей правоцентристского, центристского и отчасти левоцентристского фланга молдавской политики. Хотя все шансы на это у них были, потому что действительно можно было создать широкое объединительное движение, которое включало бы в себя и тех людей, с которыми ты, по своим идеологическим взглядам, во многом расходишься, но которые при этом преследуют те же самые цели экономического развития страны. И такое было возможно. Они это пытались сделать, но это у них не получилось. Почему это не получилось, это уже совершенно другой вопрос. Это разные категории. Нет, я просто легко ответить, только позвить список. Теперь, что касается вот этого сравнения, которое лично мне очень не понравилось. То есть насчет того, что Наполеон и Гитлер проиграли войны в России, потому что по ним ударили морозы. Мне кажется абсолютно некорректным сравнение президента Додона и партии социалистов, которые вообще ни с кем не боролись, ни с кем, никому не противостояли. Нет, тут не про них сравнили. Секундочку. Это как раз про них. Это именно про них. Которые вообще не собирались абсолютно ни в какую политическую войну вступать, а занимались исключительно коллаборационизмом с правящей партией, исключительно занимались тем, что они продвигали, одобряли все инициативы, которые нужны были демократической партии, начиная от прокурора, назначения которого они могли не допустить, смешанные избирательные системы, ключевых назначений и так далее и тому подобное. То есть примеров этому было множество. Так вот некорректно сравнивать этих людей, которых я считаю коллаборационистами и во многом предателями, потому что они своим избирателям обещали совершенно одно, а придя во власть, они делали совершенно другое. Их неправильно сравнивать с теми людьми, которые жертвовали своими жизнями для того, во имя более высокой цели. Их неправильно сравнивать с моим дедом, который воевал под Сталинградом. Хотя другой мой дед воевал в румынской армии. Конечно, никаких равных условий не было. Потому что эту систему ввели исключительно потому, что она была выгодна демократам. И уже тогда все эксперты до единого, те, которые более-менее независимы, говорили, что эта система нанесет ущерб в первую очередь блоку АКУМ и самим социалистам. Так оно и получилось. Именно так. Потому что единственная партия, которая выиграла от введения этой смешанной системы, это демократическая партия. Ведь согласитесь, что она и мечтать не могла бы о 30 мандатах по одному общенациональному округу. Плюс еще 10 мандатов, которые наверняка, это партия Шора, которая вообще никакая не партия, а какой-то, знаете, такой политический пиар-проект, который вообще непонятно на чем построен. И плюс эти трое независимые, которые тоже... Непонятно на чем. Смогла ли бы демократическая партия получить... Смогла ли она получить эти фактически 40 мандатов, которые у нее есть сейчас, при сохранении предыдущей системы? Сколько мандатов было бы у партии социалистов, у которых их сейчас? Всего 35, подчеркну. Потому что, я вам скажу, я разговаривал с людьми, которые там общаются в разных кругах. Они мне говорят, что и в Москве, где находится центр поддержки сейчас президента Додона и партии социалистов, крайне недовольны таким результатом. Потому что они сказали, 22 встречи с Путиным, массированная информационная денежная поддержка, что хотите, и вот такой результат. То есть, это мне говорит лично о том, что социалисты эту кампанию сдали. Точно так же, как когда-то Воронин сдал избирательную кампанию партии коммунистов в 2014 году. По другим причинам. Точно так же была сдана эта избирательная кампания социалистами. Потому что они ее провели, например, на второй скорости. На второй скорости в машине, в которой примерно 6 скоростей. У кого? У социалистов. Нет, я считаю, что просто-напросто социалисты и их лидер, Владимир Игорь Николаевич Додон, они просто целиком и полностью зависимы от демократической партии. Лично от ее лидера Владимира Классника. Подождите, зависимость возникает в какой-то причине. Да, и они просто-напросто вести серьезную избирательную кампанию, самостоятельную избирательную кампанию, просто не могли себе позволить. Вот и все. То есть, они провели ту избирательную кампанию, которую им дали, на которую их настроили под чьим-то руководством. Если бы они включили бы всю избирательную машину, на шестую передачу, у них была бы совершенно другая. Социалисты провели довольно сильную предвыборную кампанию, крайне то, что я видела в Кишиневе. Они участвовали во всех дебатах, они работали во всех секторах, везде. Более яркую, чем блок ОКУ. Это я могу сказать точно. Это правда. Но это совершенно не значит, что они провели... И это не потому, что у них было больше телевидений, а потому что они были абсолютно везде. Это совершенно не означает, что они провели ту избирательную кампанию, которую они могли бы провести. И должны бы провести, если бы они всерьез боролись за власть. Моя мысль в том, что они за власть в этой кампании всерьез не боролись и этой власти не хотели. Насколько я сейчас знаю, они послали своих эмиссаров в Москву для того, чтобы убедить там людей, что коалиция с демократической партией – это, в принципе, неплохой вариант. Потому что они будут играть в ней какую-то там первую скрипку. Что, на мой взгляд, абсолютная неправда. Потому что это понятно, что они точно так же, как и либерал-демократы до них, как либералы, как партия коммунистов, как Народно-европейская партия, они будут просто поглощены и растворены в демократической партии. И их используют для того, чтобы эту власть легитимизировать, а потом просто за ненадобностью отбросят. И, кстати, мы еще поговорим, как это может произойти. Потому что они еще свою полезную роль могут сыграть. И в заключение я скажу одну вещь. Что, на мой взгляд, из-за этого нежелания вести серьезную политическую борьбу, из-за этого отсутствия, как бы, знаете, как идет такой бой full contact, а ты там наделал на себя шлем, и прыгаешь, и пытаешься выпрыгнуть за эту клетку. То есть пытаешься выпрыгнуть и кричать, выпустите меня отсюда, потому что я не хочу, чтобы они меня побили, убили, мне вообще страшно. Так вот, из-за этого нежелания бороться серьезно, я думаю, что партия начнет очень резко терять доверие своих избирателей, и звезда социалистической партии начинает закатываться. Вот с этого надо было и начинать. А можно я сейчас честно ответить, мне сейчас должно выйти на рекламу, но я хочу услышать только, да или нет. Вы ожидали большего количества мандатов для блока ОКОМ? Да, я ожидал большего количества мандатов и для блока ОКОМ, и для социалистов. Я ожидал, что и одни, и вторые наберут намного более... Вы согласны с тем, что политика, которая проводилась в 2015 году в протестах, когда начинались как гражданская платформа, потом партия. Полностью согласен, здесь с Валерием здесь были, полностью с Валерием. Побежали за президентскими мандатами. В 2017-м протесты... Недальновидно. В 2018-м не отстояли примара, потом опять обещали протесты, а потом ушли в отпуск, потом вернулись, провели два флешмобы и ушли на предвыборную кампанию. То, что вы говорите, это говорит о том, что и на правом, и на левом избирательном фланге, судя по всему, будут образовываться пустоты, которые будут, возможно, заполняться в том числе и другими игроками. Вот об этом мы с вами сейчас поговорим после рекламы. Реклама на 21-м канале. Оставайтесь с нами, она пролетит незаметно. Мы вернулись в студию. Напоминаю, что сегодня у меня в студии находятся Валерий Демидецкий и Владислав Кульминский. Мы говорим о итогах выборов и пытаемся спрогнозировать, как будет дальше развиваться события. Я уже говорила, что ЦИП принял свой отчет, доклад о том, как прошла предвыборная кампания, как они ее провели, как они организовали, передали, проанализировав все протоколы, передали в Конституционный суд, ждем от них подтверждения. Есть различные инициативы, есть различные размышления о том, как должна выглядеть коалиция. В том числе, вы, господин Кульминский, как-то в одном из интервью, чуть ли не на второй день после выборов, сказали, что у офиса ДПМ выстроится очередь из тех, кто будет готов из депутатов продаться. Я не знаю, насколько фигурального вы тогда выражались в тот момент, но мне кажется, что в этом больше всех не заинтересовано ДПМ, которая с таким трудом далась та легимитизация, которую они ее получили на сегодня. По сравнению с тем, что у них было в 2016 году, да, и сколько было к ним претензий именно с этим связанных. Давайте дадим слово коллеге, потому что я не хочу, я до перерыва говорил, да, длинными блоками, чтобы диалог все-таки был. Будет очередь от ДПМ, или они все-таки идут другим путем? Я только добавлю к тому, что говорил Влад. Значит, сейчас действительно Влад прав в том, что освободилось, не освободилось, а многие думают, что освободились ниши. Свято место после неба. Да, и началось. Начали копать под оккум, под социалистов, ездить по городам и весям. Ну, это, увы, суть нашей молдавской политики. Нам всегда казалось, что где-то там за забором, знаете, есть люди, которые решают наши дела. Выясняется, что, оказывается, наши дела надо решать самим. В противном случае нам укажут очень хорошее место в мировом разделении труда. Уже указали. Поэтому, к сожалению, сегодня уже пошла вот эта грязня, да, начали наезжать на социалистов, на оккум, на демократов. Стабильно наезжает и так далее. В желании опять, так сказать, занять какую-то нишу. Ну, и бог с ним. Вы спросили меня, будет ли стоять очередь у демократов. Вы думаете, если у демократов было 19 мандатов, а они 35 приобрели, ну, скажем так, приобрели, переманили. Я не буду здесь говорить о деньгах, которые идут за границей. Это серьезное обвинение, потому что можно потом и в суд попасть. Я совершенно с вами согласна, что это доказательство. Вы знаете, как бы, я не буду этих вещей говорить, но, вы знаете, я не думаю, что демократы, которые переманили к себе каким-то образом... Убедили идеологически. Убедили идеологически в превосходстве доктрины демократии над доктриной коммунизма, либерал-демократизма и ливерализма, вот, скажем так. Поэтому у них не проблема сейчас, так сказать, убедить еще 10 депутатов. Тем более... Добиться прозрения у остальной части депутатского вопроса. Тем более, что у нас есть одна проблема. Вы знаете, в оппозиционных партиях долго не сидят люди. Люди-то идут в парламент не за борьбы и за счастье народное, а, так сказать, видят себя в политике в соответствующем образом. Это касается и социалистов, и демократов. Всех, правильно. Всех касается, как в старом хорошем анекдоте. Вы зачем, говорит, идете в парламент? Да, ну, там воруют, коррумпируют и так далее, и так далее. Вы хотите с ним бороться? Нет, хочу в этом участвовать. И подавляющее большинство жалений наших политиков думает так. Если кто считает, что не так, пусть первый просит меня камень. Если кто-то сможет привести примеры честности и порядочной заключения... Нет, почему? Я не хочу. Я Марк Ткачук, я Сергей Роман Полякович, есть несколько человек, вот начинается уже реклама. Нет, я тебе вам хочу сказать. Я хочу вам сказать, что, к сожалению, время тех людей, которых я еще видел в 80-е, 90-е годы, они остались от мастодонта, которых были воспитаны при старой системе. Они раньше думали о государстве, а потом думали о себе. Сейчас все думают о себе. И идут во власть. Зачем мне эта власть нужна, если я там ничего не заработаю? И зачастую, конечно, проблем с этим нет. Нет. Но демократическая партия, партия власти, я думаю, что превысила во много этот лимит. И здесь страшно даже не то отношение общества. Да, общество и не то съезд. Отношение, что они скомпрометировали. Представляете, вот я сегодня пошутил в фейсбуке, вот под постом Голи, что никакая МОСАД, ГРУ, ЦРУ и МИ-6 не сделали бы столько для дискредитации молдавской государственности и идеи евроинтеграции, столько, сколько сделала нынешняя молдавская политика. Понимаете? Они действительно сделали очень много. И теперь достать отчасти я даже им за это благодарен. Знаете почему? Потому что наши наивные люди и избиратели еще, может быть, как все, кто Иегову, верили бы, наверное, лет 10-20, что на них будут работать немцы и французы. Понимаете? А так они вот немножко прошли уже в себя, очнулись, посмотрели, окружили. Если у кого есть голова на плечах, а он может думать и сопоставлять, они понимают, что... Извините, меня их имеет в этом геополитическом пассиансе, который сегодня существует. Не мы его придумали. Мы действительно оказались на этом разломе геополитическом. И нас сегодня толкает то туда, то сюда, то туда, то сюда. А мы, а мы, чтобы сказать, оставьте нас в покое, вон, Украина уже доигралась, да? Давайте мы займемся нашими своими делами. И вот здесь я говорю, что вот здесь еще есть один момент. Интересы государства. Да, конечно, сегодня можно затеять большую молдавскую политическую куматрию на занятия ниш, на переформатирование политического контракта. Поверьте мне, результат будет тот же. Абсолютно. Потому что, когда я пошутил с одним из политологов, который очень ругал Плохотнюка, я сказал, да, Плохотнюк живой человек, с ним все, что могут. Как угодно может случиться. Он завтра может уехать, ему завтра может надоесть. Все, мы лишь смертны. И знаете, на что у вас уйдет в следующие много лет? На то, чтобы найти нового Плохотнюка. Давайте на этом, господин Кульменский. Так на чем основано? Да вы еще сказали, что там уже есть 10 человек, список чуть ли не у социалистов, и еще можно с легкостью насти столько живого кума. А зачем? Зачем такие конструкции? Боже мой. Есть у нас, по сути, несколько вариантов конструирования коалиции реальных. Я вообще бы сказал, что их два сейчас. Есть два варианта построения правительства. Опять же, я хотел бы сделать небольшую здесь оговорку, такую ссылку. Это то, что, к сожалению, в этой избирательной кампании я лично, как избиратель, так и не услышал ни от кого какого-то внятного разговора о модели развития моей страны. Вот не услышал ни от кого. Я уже не помню, когда в последний раз я такое слышал. Здрасте. Это для меня было откровение. Я с вами, Мастин, Канду говорил, Филипп говорил, демократическая партия власти играет. Один путь, евроинтеграция. Нет. Мы по нему 10 лет идем. Я говорю не про... И тут вы говорите, что нет... Я не говорю про лозунги и штампы, которые... Почему что? Интеграция, либо там таможенный союз. Это все понятная история. Понимаете? У меня один очень умный человек когда-то сказал, знаете, вот если до тех пор, пока элита страны и народ страны, который этой элите доверяет, сами не разработают какой-то проект развития, в который они верят и который они хотят продвигать, вся внешняя помощь окажется не только неэффективной, но и вредной, потому что мы привыкнем зависеть от этой внешней помощи, да, а свои собственные ресурсы мы будем воровать, что оно и происходит в принципе в Республике Молдова. Так вот, возвращаясь к тому по поводу коалиции. Есть два варианта сейчас коалиции. Опять же, это вещи, о которых мне лично говорить даже неприятно, потому что это не коалиция, это какие-то непонятные ситуативные блоки, альянсы людей, объединенных с задачей личной выгоды. О том, чем сказал Валерий, я тут полностью согласен. Не задача развития государства в целом, не задача обеспечения нашего национального интереса, чтобы нас хотя бы уважали те государства, с которыми мы имеем дело. Они просто смеются с нас, понимаете. То, как сейчас к нам относятся за рубежом, это страшно на самом деле. Так вот, есть два таких варианта. Первый – это демократы с социалистами, может быть, даже без объявления формальной коалиции, но как-то добровольно, на добровольной основе, друг с другом соединяются. И распределяют тем или иным образом должности. При этом надо понимать, что у демократов остается контроль над прокуратурой, судами, Центром по борьбе с коррупцией, МВД. То есть это ключевыми силовыми ведомствами и министерствами, которые обеспечивают контроль над тем, что сегодня называют захваченным государством. Это обязательные условия. Без этого, я думаю, никто ни на какие договоренности о таком формате правительства не пойдет. Это первый вариант. Ну, социалисты получают там, знаете, как когда-то Влад Филат думал, что если он получит таможню, то он победит в борьбе с Владимиром Плохотниковым. У него даже МВД было. У него даже МВД было. Оказалось, что нет. Оказалось, что господин Плохотников, у которого есть прокуратура, у которого есть суды и ЦБК, оказывается, что нет. На самом деле, что он был более дальновидным в этой борьбе за государственное развитие Республики Молдова, а за свои личные интересы, на самом деле. Значит, первый вариант. Социалисты получат там, я знаю, таможню, может, получат, им дадут там 4, 5, 6, если хотите, министерств из 9. Тревожный сигнал. Филату тоже дали таможню. Да, да, да. Знаете, чем закончилось. Видите? Значит, это первый вариант. А второй вариант, если, насколько я понимаю, сейчас господин Дадон, президент Дадон, в Москве пытается продать этот вариант и сказать, что это, в принципе, был бы неплохой сценарий, при котором в том числе и какие-то стратегические интересы России будут учтены, и, насколько я понимаю, Россия ему говорит нет. Значит, и в случае, если он все-таки будет, как бы, против этого сценария упираться, если он не пойдет на поводу демократической партии, а ему сейчас демократы предлагают именно этот вариант, потому что для них он наиболее выгодный, вы правильно сказали, он дает легитимность, он дает определенное чувство... И более того, он дает конституционное большинство. Подчеркну этот крайне важный момент, что вместе с социалистами, демократами партии Шора и тремя независимыми кандидатами, которые каким-то чудодейственным образом победили по преднестровским округам, это конституционное большинство, а, следовательно, возможность менять конституционные законы. Много чего. Так вот, если этот вариант не состоится, а это действительно вариант, который сейчас демократы хотят провести больше всего, это их вариант А. Вариант Б простой, то, о чем мы говорили. Это когда депутаты из других партий, включая социалистов и включая представителей блока АКУМ, прозревают и понимают, что они хотят, чтобы их обратили в социалистическую доктрину. Знаете, как обращали когда-то людей... В социал-демократическую. Ну, в социал-демократическую, в демократическую доктрину. Так вырисовывается, какая доктрина хорошая. Значит, да, то есть, это знаете, как раньше там... Людей обращали в христианскую веру. Нет, она не прописана, между прочим, у демократов в программных документах. Вы знаете, как язычников обращали в христианскую веру. Особенно это очень любили делать первые переселенцы, которые ездили на новый континент. Это у вас свежие воспоминания. После Христафора Колумба в 17 веке. Но это наиболее яркие примеры того, как обращали в христианскую веру. Нет, еще был культ Карга, знаете, который весь народ, когда, знаете, во время войны сбрасывали американцы, и потом племена эти сидели в Фулинезии, и ждали, что они строили эти боговы, и ждали, что вот будут падать. Как мы сидим, как мы, когда смотрим телеканалы, нам помогут, нас поддержат, так далее. А для тех, кто отказывается прозреть таким образом, то есть для тех, кто отказывается быть обращенным в веру, как это происходило с язычниками, для тех, в принципе, есть там Игнатия Лайола, есть там многие другие очень интересные средства убеждения, молот-ведьм, который был написан в 15 веке, святая инквизиция, прокуратура, суды, есть множество средств разных убеждений. Я лично думаю, я хотел бы ошибаться, но по моей информации, опять же, я не хочу никого на кого показывать пальцем, я вообще не люблю слухов, я люблю говорить о системных, структурных вещах, но в данном случае я слышал, что на такой сценарий развития коалиции уже достаточное количество людей есть, а нужно всего лишь 12 человек, напомню, всего 12 человек. В предыдущем парламенте Валерий сказал, что нашли 35, 35. Сейчас нужно в три раза меньше. Я просто не засну сегодня, я столько удивительных вещей услышал, ладно, да, оказывается, что еще, оказывается, что Россия, в отличие от партнеров по развитию, отставит здесь правовое государство напротив Плохотнюка. Надо же? Интересно. Надо же? Да, да. Это после того, как это самое, сколько было сказано о том, что захвате, и после того, что случилось на выборах, представляете, на выборах. Да, фраза «заграница нам поможет, обломалась по полной». Нет, 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 ну, я знаю, выгодно, случилось... Валерий, главное, чтобы Игорь Николаевич Додон не поддался. Да, 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 главное, на уговоры, потому что он может... Главное, что случилась грибная Продон, гибридная война, о которой говорят, Сан, тысячи педенестровцев вторглись на территорию Молдавии, они атаковали наши избиратели, участки, лезли в ворточки, вы видели эти кадры, да? Да, да, представляете, да? Неуёмное стремление... И самое интересное... Мы должны приветствовать граждан нашей страны на нашей земле и на нашей городе. Это великолепно. Плохо, что не мобилизовали 200 тысяч, у которых есть с паспортами. Ладно, это я приветствую. У них там 220 тысяч с паспортами, и они могли бы приветствовать. Ну, понимаете, но дело в том, что в другие моменты, да, господин Стурзе не написал телеграмму в НАТО, господин Канду не поехал давать интервью американским конгрессменам, да, поклонникам Маккейна, о том, что... Ну, а как? Атака атаковала, да, да, да. Сейчас же коалиция про российским предполагается. Ну, вот видите, да, да, да. Это какой-то будет идеологический симбиоз. Потому что я помню заявление представителей ОБСЕ, я помню заявление представителей США. Они практически идентичны. Ребята, садитесь за стол и договаривайтесь. Это сигнал демократов и социалистов. Практически это звучит как вы нас достали со своей вознёй. Ничего подобного, не достали ничего. Всё нормально, как говорил во время августского куча, я такой старый, что и это застал. Там был такой Рафик Нишанович, Несану. Там был узбеки, и когда звонили, спрашивали, а что случилось с Горбачёвом? Конституционный проект, процесс продолжается. Поэтому все понимают в великолепности, что конституционный процесс продолжается. Вы знаете, конечно, мы здесь очень много говорили и были похожи на того человека, который сидел на партийном собрании, когда его исключали из партии, и думал, как это у ежей получается любовь. Но мы очень много говорили, его все спрашивали, чего-то он говорит. Это мы помним, помним. Да, да, помним. Мы очень много озаботили были о судьбе партии, что будет с Акум, что будет с социалистами, что будет с демократами. Мы очень молодые, а что будет с Родиной с нами. Абсолютно. Очень много было надежд на культ карда. А культ карда отключился, самолеты не летят. Во всяком случае, из Брюсселя, насколько я знаю, американцы тоже небольшие любители кому-то помогать. Поэтому ситуация осложняется еще и тем, что экспорт падает, по последним данным. И причем, при том, здесь даже не могут спорить сторонники западного или восточного вектора, что тоже очередная глупость, куда мы уйдем. Всякий раз, когда я спрашиваю, когда мне говорят, что вот гагаузы стремятся в Россию. Я говорю, да, они завтра загрузят в мешке эту землю и утащат туда. Это такое, знаете, наимное предположение. И даже падает экспорт и в ЕС, и в Россию. Падает поступление от гастробайтера. Вот об этом надо было бы думать сегодня. А сегодня действительно, если начинать раздрайв в стране, ну, наверное, рождества не очень будут хорошими. Правда, Дмитрий Георгиевич, который говорит, что никто не заинтересован в досрочных выборах, мы их просто не потянем уже. Нет, досрочные выборы, конечно, не потянем. Но я думаю, что будет, давайте я закончу. Я думаю, я соглашусь, что никаких проблем с формированием правительства, как и раньше было, как и с выборами президента, и с многими вещами, и с решением конституционного, никаких проблем не будет. Но дело в том, что это и не надо власти, по большому счету. Власть может спокойно, и это уже указал наш, один из самых опытных юристов, Сергей Сырбу, юристов от власти, имею в виду, да, он уже запросил самый конституционный суд в мире о том, что, так сказать, можно, конституционный суд, в принципе, мог бы изменить парламент. Зачем кормить струкноводив? Я думаю, что конституционный суд, я вообще не понимаю, зачем референдум проводили статус, я хочу привести три цитаты, четыре, наверное, четыре цитаты, датированные одним и тем же днем. Первое. Демократы предложили блоку ОКОМ создать коалицию в будущем парламенте и представили свои приоритеты. В этот же самый день. ПСРМ объявит о своих действиях лишь после утверждения результатов выборов. В этот же самый день. Блок ОКОМ сказал, не пишите нам письма, нам с вами не о чем разговаривать. И в этот же самый день президент Республики Молдова Игорь Додон находимся в Большом театре, приобщаемся к прекрасному со старшими сыновьями в Большом театре в Москве. Сильнейшие впечатления. Если блок ОКОМ не откликнется весь, это не означает, что кто-то откликнется по отдельности. И это может происходить и с социалистами, и с блоком ОКОМ, и с кем угодно. Но для этого даже не обязательно это делать. Можно создать правительство миноритарное. Это был, помните, Брагиш, была история с Габуричем, где Воронеж. Неустойчиво, нестабильно. Неустойчиво, нестабильно. Может рухнуть. Может рухнуть, но всегда можно будет найти... Это лучше, чем досрочные выборы. Это, конечно. Это последний рубеж, который будет сделан. Я думаю, что особых проблем не будет. Будет, наверное, какая-то воссоздана новая коалиция. Скорее всего, ее назовут за спасение страны. Слово на поверхности тут не сговариваясь. За Молдову, да. Действительно, я думаю, что будет очень рад и Михаил Тедорович Гимпу, потому что будет много молдовинизма и будет ущемлен румунизм. И он попытается подянуть эти дела на себя. Ему не дадут Шалару, Гуцу и остальные. Будет много возникновений у унионистов, которые не попали в новый парламент. То есть, конституционный процесс и партийный процесс будет продолжаться. Чего не скажешь, конечно, на нашей стране? Я думаю, что тут на самом деле тот вариант, который я вам написал, он является предпочтительным, наиболее предпочтительным. Это когда демократы, социалисты, Шор и независимые создают коалицию формальную, неформальную. Это вопрос второстепенный. И создают ее, главное, по доброй воле. Это то, чего хотят сейчас демократы, это то, чего хотят сейчас социалисты, потому что это им позволит конвертировать падающее влияние в должности, в ренту, в источники заработка. И то, чего больше всего хочет АКУ. И это, конечно же, да. Мне кажется, что они именно это хотят. Абсолютно. Абсолютно Валерий Пратков. Они говорят, вот, пожалуйста. Теперь смотрите. Теперь дальше, дальше получается какой расклад. Да, да, да. Именно так. Какой появляется дальше расклад? Дальше расклад появляется очень интересно. Сейчас мы слышим очень много разговоров о том, почему бы социалистам и блоку АКУМ не создать ситуативную коалицию. Я обойду вообще стороной, во-первых, людей, которые эту идею продвигают, я лично к ним отношусь с глубоким уважением. Я как бы считаю, что я сам из этого круга. Это роман. Я сам из этого круга, по большому счету. То есть я никоим образом не хочу ставить под сомнение мотивы, по которым они это делают. Я считаю, что они действительно, считают, что так было бы лучше для страны. Но смотрите, что получилось бы. То есть сейчас вокруг создания этой коалиции идут такие ритуальные пляски индейцев вокруг костра. То есть все пляшут там в набедренных повязках. Но еще никто не бросил тамагавку. Точно. Никто не бросил тамагавку, еще никто не сгорел в этом огне. А кто-то сгореть должен обязательно, потому что таковы правила этой игры. Кто-то сгорит. Значит, теперь, если, допустим, мы проанализируем эту ситуацию с точки зрения, например, АКУМ, они заходят в какие-то договоренности с социалистами. А потом на определенном этапе, допустим, скажем, первый шаг это голосование за спикера парламента. Сколько нам нужен человек для того, чтобы проголосовали за спикера парламента? 51. И достигается полная договоренность, все голосуем за спикера парламента, достигли там как бы вот этого арбузного, такого пошагового решения проблем. И тут вдруг, бах, поскольку голосование тайное, не набирается 51 голос, набирается 43. Вы помните, кто остановил арбуз? Кто-то же, кто-то разбил арбуз. Абсолютно. Я абсолютно с Валерием согласен, что это же точно, ведь не будут же демократы сидеть и ждать сложа руки, пока их будут вычищать из власти. Это же не демократы. Они будут... Западные партнеры остановили арбуз. Они будут очень активно этому противиться. И тогда получается, что кто-то кого-то подставит. И фактически тогда социалистам будет дан карт-бланш на создание коалиции с демократами. Что они скажут, вот эти ребята нас кинули, значит все, мы создаем теперь коалицию с демократами. Поэтому я лично считаю, что это просто неосуществимо с практической точки зрения, потому что социалисты не являются независимой силой. И как бы их результат в парламенте был настолько плох, именно потому, что они сами в первую очередь к этому привели. И потому, что они играли роль вспомогательной такой машины демократов. в этих выборах. Поэтому, мне кажется, этот вариант совершенно нереализуем. Просто банально в практической плоскости. И риски, которые с ним связаны, слишком велики. А Валерий прав. Действительно, АКУМ, если будет эта формальная коалиция между демократами и социалистами, АКУМ, конечно, станет жесткую оппозицию и скажет, ребята, смотрите, мы всегда вам говорили, что это бином плохотнюк дадон. А пока, да, Бином это это. И что они другом работают. Кстати, социалисты докажут на самом деле, что это всегда так и было. Если они формально станут частью этой коалиции. Да. Это спасение для АКУМ. Поэтому АКУМ сейчас вертится ужом, выполняя, в принципе, работу социалистов. У нас есть такие выражения, как бином, у нас есть олигархи, у нас есть все, что угодно. У нас есть справки о том, что у кого-то слишком много тяжелых металлов теперь в крови отравили. У нас есть очень много всего, но я не очень понимаю, кто в этот момент думает о том, как дальше будет развиваться экономика этой страны, как восстанавливать практически сведенные на нет взаимоотношения как с Европейским Союзом, так и с Российской Федерацией. Хотя все вроде бы говорят, что мы с вами согласны дружить, но я не очень понимаю, каким образом. Я не совсем понимаю, куда мы идем и как мы собираемся дальше развиваться, учитывая, что у нас происходит так, что мы пришли в парламент уйти в оппозицию, которой еще не было. Я не знаю, какой еще оппозиции за 27 лет независимости Республики Молдова мы не видели в нашем парламенте. И трибуны занимали, и морды били, микрофоны не давали, и в парламент не пускали. Морды били, нас такого не было. Мы же таки не украинцы. Удрились в фойе. Это у нас было, и не пускали на заседание. С чего мы там не видели, с плакатами стояли. И все что угодно. Возможно, действительно у нас вдруг появится оппозиция, которую мы никогда не видели. Лиля, Лиля, ну вот вы знаете, я вас слушаю, и у нас такой запал в студии. А между прочим, есть ситуации похуже. Если посмотреть на соседей. Понимаете? Но мне своя рубаха лежит к телу вдохновение. Я понимаю, но понимаете, но там до таких высот все достигло, что не передать умом такое столкновение геополитическое. Посмотрите, здесь, знаете, я видел сейчас в украинской газете хорошая такая карикатура была. Там принимает врач уроженицы роды, и младенца вытащила, она к нему тянется, а он говорит, так, чей Крым? Ну там же с ума на руку сошел. Это утрирует уже, конечно. У нас на этого не дошло. Это на самом деле так и есть. У нас было во время избирательной кампании, если бы не было этого запала в обществе, но я не говорю, что там несколько, пару десятков политологов или так их называют, которые играют на этом разогреве, и в фейсбуке, и в телестудиях, и так далее. Люди, которые разогревают, они обманули все молдавское общество. Но все общество молдавское, к сожалению, расколото. Вот по этому признаку. И она расколота не потому, что демократическая партия, плохотнюк, не потому, что Воронин и так далее. Она расколота уже 20 лет. И расколота, извините меня, к сожалению. Когда у нас наступит время собирать камни? Эль, вы знаете, ну, во-первых, хороший вопрос. Во-первых, как бы я думаю, что еще раз, чтобы подчеркнуть небольшое, подвести черту под коалицией и под формированием коалиции, формула формирования коалиции очень проста. Все карты, все козыри фактически сейчас находятся в руках Владимира Георгиевича. Он контролирует распределение общественных благ, и то, кто будет приближен, а кто будет удален. И я думаю, что это позволит ему в конечном итоге сформировать коалицию так, как это он посчитает выгодным для себя и для партии. Вот, собственно говоря, и вся история с формированием коалиции. Умер Сталин в 1953 году. И тех, у кого были руки по логике крови в строительстве государства, а там без крови нельзя было обойтись. И все это великолепно знают, кто дружит с мозгами. Обвинили этого старика, Сухорукова, маленького, в том, что он был тираном и так далее. Умылись и пошли за светлое будущее. Понимаете, вот я хочу спросить, вот человек, один, лохотнюк, да, вот при той всей ненависти и при том, что там очень многие на него молятся. Уже любовь, да, появляется. Да, да, да. Я хочу спросить, да. Бифуркация. Что случилось? В чем дело? Он виноват в этой системе? Или тысячи, тысячи людей, которые стремятся к нему попасть, борются. И стучат к нему в три. Да, да, да. Для того, чтобы самое... Простите меня, он сегодня... Я не хочу защищать плохотнюка, потому что он не нуждается в моей помощи. Но, понимаете, он сегодня в ситуации Остапа Бендера, который пел, мне уступает, я не в силах отказаться. Он игрок. Он играет. Но он играет, но он играет нашими низменными страстями. Тем, что мы остановиться не можем. Все наше ление, население остановиться не может. Почему? Потому что наше население говорит, хорошо, он украл миллиарды, а у нас в дороге повесили. То есть, понимаете, мы уже дошли до того, что у нас народ восхищается тем, что власть сделала то, что она должна сделать. То есть, засфальтировали дорогу, на мои налоги, повесить лампочку на этой дороге, понимаете? Дать работу, понимаете? Вы знаете, это подвиг. И в этом состоянии обнищания недовысоких мотивов. Это верно. А вы хотите мне тут рассказывать социалисты, АКУМ, демократы, либерал-демократы и так далее, и так далее. Они все понимают, зачем они туда идут, а люди понимают, зачем они смылись из страны. Вот о чем надо думать. Назвать вопросом, почему половина населения убежала из страны. Почему наши телеканалы похожи на этот идиотизм, когда, извините меня, с одной стороны, у нас новости про то, кто украл, а с другой стороны, новости нам подадут, культ карга, нам дадут, нам помогут, вы что, инвалиды? Мы платим налоги, у нас хороший, нормальный, трудолюбивый народ, есть хорошая земля. Мы умели работать, у нас были заводы, фабрики, у нас были специалисты и так далее. Что случилось с этими людьми? А мы говорим, Плохотнюк виноват. Ну, уберете вы завтра Плохотнюка и опять будете пять лет искать, но посадите его. А никто не говорит, нет, никто не говорит, что он виноват. Он очередной в целой цепи назначенных виноватами в этой стране. Вы знаете, я, между прочим, в студии сказал ту фразу, с которой мне записали чуть ли не там у человека, получающего зарплату Плохотнюка. Помните, у вас, кажется, было? Когда сказал, что господин Тивовки сделал большую глупость, когда по настоянию западных партнеров, которые хотели поддержать еще за одно место не дали ему стать премьером. Мы сегодня уже знали бы, хорошо это или плохо. Хотя бы была бы какая-то ясность. Можно же так не экспериментировать. А нет, подожди. А потом господин Тимовки прошел и сказал, что, вы знаете, я сделал ему... Процессы были немного другими. То есть, на самом деле, как бы, ну, называйте так, как хотите, успех, а я думаю, что с точки зрения самого Владимира Георгиевича Плохотнюка это явный успех, эти выборы, это успех для них. Уникальный бедный сейчас. Значит, я думаю, что, на самом деле, как бы просто при нем молдавская политика приобрела... Ну, не только при нем, кстати, это и он, и Филат, и Гимпу. Значит, привели к тому, что молдавская политика приобрела характер... Одну секундочку. Она приобрела характер борьбы всех против всех. То есть, знаете, есть был такой знаменитый Томас Гоббс, когда в джунглях... Нет, они борются все за себя. Правильно. Все, каждый за себя, когда все борются за свои собственные интересы в джунглях, где наградой победителю является все, а проигравшему является либо тюрьма, либо выбывание, либо многие другие вещи. И я даже не знаю, а может быть, действительно, это хорошо? Может быть, по итогам этого процесса санитары леса почистят у нас как бы там все... Я смотрю, у нас третий бурт зачищают политическое поле. А может быть, кстати, может быть, может быть, даже произойдет так, что по итогам этих процессов в Молдове вырастет другое поколение политиков, очень жестких, очень принципиальных, закаленных в борьбе, которым не страшен уже ни черт. Ничего не страшного. Можно собрать 9 времен. Кто его знает? Или мудрецовый, или не родиться, но созреть. Мы не можем этого знать. И люди должны быть увидят. Лукашенко, Лукашенко, то есть стал Лукашенко не по итогам, знаете, того, что его гладили по голове и говорили ему, какой же ты все-таки, какой ты все-таки молодец. То есть Черчилль стал Черчиллем. Бахотнюка с Лукашенко? Нет, нет, я не справлю никого ни с кем. Я просто говорю, что он ввел правила в молдавской политике, где идет просто борьба за выживание. И может быть, это создаст действительно другой новый класс политиков. Вот Черчилль, он тоже же не стал тем, кем он стал, произнося речи в британском парламенте. Ничего подобного. Он боролся, дрался и дрался насмерть, до крови. Может быть, это будет так. Мы не можем об этом сейчас судить. Вот я говорю, что вот понимаете, вот у нас был опыт коалиции. И все прекрасно знают, что такое создать коалицию с демократами, с господином Плохотнюком, в кабинете, у которого висят скальпы. Да, от либералов, демократов, коммунистов и всех остальных. И вот сейчас, и сейчас я говорю, Сейчас-то будут висеть скальпы социалистов, кстати. Вот вы знаете, Будут висеть скальпы. Это коллекция неполная. То есть должно быть коллекция задобайка. Я хочу сказать, что я буду очень не уважать тех, кто сегодня с легкостью сунет голову в эту самую. О, это правда. Поэтому да, очень буду не уважать тех, кто с легкостью сунет голову. Кто с легкостью скажет, вот два ножа, отрежьте меня, скальпируйте меня. Поэтому я думаю, что все уже научены. Горьким опытом. Да, горьким опытом. И вот в этом горьком опыте есть начало того, что начинается настоящая нормальная политика. Когда, знаете, когда люди не мыслят, как мыслили наши люди в коалиции, что дайте мне там нарежьте, вот давайте я вам продам министерство. Мне когда озвучили первые цифры о том, за сколько у нас продавались в 2009 году посты, знаете, должности, сказал человек, который действительно знает. Я не буду здесь говорить, повторять этого, но я был ошарашен. Я предлагаю заканчивать положительным, что возможно, в результате этого мы все-таки можем получить новый политический течение молодых, амбициозных, способных бороться до конца. Бороться до конца, бороться, выживать и более того, найти и не сдаваться. Способных, способных, способных перезагружать устаревшие системы. Ведь ни для кого не секрет, что сегодня Молдова действительно нуждается в полномасштабной перезагрузке. Потому что то правительство, которое мы сегодня имеем в Республике Молдова, это пережиток, ну, вернее, это как бы советское наследие, которое исчерпало... Оно исчерпало свой ресурс, как система, и дальше из нее нужно создавать что-то функциональное. Это ребята из 90-х, о чем мы говорим. Это уже далеко не секрет. И это все должно прийти по итогам серьезного. То есть, Республика Молдова как независимое государство, так и не перезагрузилась. Так и не стала независимым государством. Я здесь больше пессимист, потому что, вы знаете, в 90-е годы я еще общался с теми людьми, которые стали за старой советской системой. Советский Союзмин, можно за много ругать. Нам было очень много того, что нам не нравилось. Мне лично не нравилось и так далее. Но поколение вот этих вот, которое было создано, вот я их называю, ну так в шутку, сталинскими наркомами, которые люди были воспитаны так, что вот, знаете, есть государственный интерес, и тут не отойди. Были такие. А потом я в 90-е годы увидел новое поколение новых менеджеров. Я их назвал менеджеры, что где плохо лежит. Понимаете, я видел бывшего обязательства Госплана Кутыркина, которого был у Сангели, был советником. И к нему приходили вот такие менеджеры, и вот он смотрел на них. Потом, когда они выходили, я, кстати, был в кабинете, он взялся за голову, говорит, ты видел? Говорит, да, видел, да? Ну вот у каждого клеймо, говорит, да? Пришли мне и говорят о каких-то государственных интересах, говорят, а каждый пришел, вот этот хочет украсть столько, этот хочет украсть столько, этот хочет украсть столько. Понимаете, вы, понимаете, ну я не знаю, я пессимист, почему? Потому что я не знаю, что должно произойти, да? Может быть, вот как ругает, я однажды спросил у профессора Лурье, мог ли Сталин, которого я тоже не люблю, он моего дедушку чуть не посадил, мог ли Сталин обойтись без этого кровопролития, да? Чтобы вот не поставить страну после этой вот истории дурацкой с Лениным, с революцией, с... С... Дурацкой истории, миллионы жизней зарубленных. где 10, за 10 лет надо было стране пробегать этот путь, а у нас нет такого, слава Богу, мы к мировой войне не готовимся, а у них была такая задача. Мог ли он обойтись без кровопролития? А он сказал, нет, не мог. Я тоже Сталина не люблю, но я знал, что он не мог, он должен был эту кровь пролить. Поэтому я говорю, я даже не знаю, можем ли мы сегодня, у нас будет этот процесс, и нам понадобится какая-то диктатура, которая изменить... Просто не согласен, но на этом, я думаю, мы передачу изображены. Да, просто категорически не согласен. Может быть, я не спорю. А я все-таки... Я много раз слышал о том, что все образуется, рынок все расставит по местам, демократия все раз вытащит. Это рынок не имеет человеческого лица, он абсолютно бездушен, а нам... Но лучше такое лицо, чем Сталин, который будет наводить порядок железной рукой и вырежет половину населения. Нет, мы сейчас с вами уйдем в историю, мы заканчиваем программу, я вас благодарю обоих за участие, Валерий Демидецкий, Владислав Кульминский. Я остаюсь оптимистом, и я думаю, что все-таки должно было появиться новое поколение, которое, возможно, если не на местных выборах, то к следующим парламентским созреет и появятся какие-то еще альтернативы, учитывая, что часть заявляет о том, что она глубокая обосиция, часть вообще ни о чем не заявляет, а третьи победители требуют широкой коалиции. Вот до чего они между собой договорятся, мы с вами, я надеюсь, в ближайшие недели узнаем. Мне зовут Илья Варумовская, хорошей вам планомерной, замечательной недели Берегите себя и своих близких. До свидания. Самоубийство. О чем мы будем говорить, если не случится? Субтитры создавал DimaTorzok